Вернер Зомберта 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 от этого выбора строятся политические процессы, которые в свою очередь тянут за собой экономику. Экономика в этом анализе всегда вторична. И не экономика предупредляет капитализм, а сознание капиталиста предупредляет капиталистическую экономику. Ну а здесь уже Макс Вебер, здесь уже протестантская этика. То есть здесь мы видим, что капитализм сам по себе является историко-культурным феноменом, который подстраивает экономику по своей собственной преференции, а не наоборот не просто отражает объективно существующий в истории процесс. Этот нарратив объективно существующего предпосылка к капиталистическому развитию создан капиталистами, именно теми культурными, органическими интеллектуалами, которые полностью пришли на сторону торгашей и стали их идеологами, о чем дискут от России, собственно, и говорю, вводя понятие экономику. Теперь к нам как это применяется? Вот сейчас страна в войне. И в нашей стране существует линия фронта, линия боевого соприкосновения, и это территория войны. А вот что за вторая территория? Понятно, когда мы удаляемся от фронта, в какой-то момент мы действительно перестаем взрываться ракеты, хотя уже непонятно, где она проходит. И Крокус, и сегодняшняя атака на Алабугу в Татарстане. Вот где эта линия фронта заканчивается? Уже трудно сказать. Но самое главное, что есть сейчас принципиальный вопрос. А там, где заканчивается линия фронта, начинается что? Территория мира или что-то иное? А что иное? Территория тыла. Вот смотрите, сейчас вопрос о том, линия фронта понятна, а вот линия не фронта. За этим пределом. Вот выбор, который сейчас делает наше общество, наша власть. А, как мы знаем, из грамши. В первую очередь это делают деятели культуры, свободные, органические, интеллектуалы. Это как понять, как интерпретировать территорию удалённую от фронта. Либо как территорию мира, тогда здесь будет культура мира. Либо территорию тыла, тогда здесь будет культура победы, культура войны, если угодно. Этот выбор делается сейчас. Мы ждём от того, когда власть нам скажет. Вот мы ждём от власти того, что она нам скажет. Всё, культура мира закончилась, и многие признаки подсказывают, что так власть и говорит, что всё, культура мира закончилась. Нажигается культура тыла. Но мы хотим всё-таки, чтобы, вот видите, многие качать головой. Потому что действительно, власть чего-то не договаривает. Она говорит, смотрите, как хорошо мирная жизнь. Ну да, там погибли люди. Это страшно, конечно, мирная жизнь. Но на самом деле власть почему-то не даёт последнего знака, последнего кивка в том, что уже нету территории мира, и нет культуры мира, а есть культура тыла. И надо всю нашу культуру перестраивать. А почему власть колеблется? Потому что она сама зависит от этих органических этилюдалов, от деятелей культуры. Не надо ждать от власти, пока она окончательно введёт здесь жёсткие законы тыла. И заставят деятелей культуры соблюдать эти правила. Деятели культуры должны осознать, что то, что они ждут от власти, власть ждёт от них. Всё происходит в нашем сознании. Поэтому сейчас задача осуществить этот исторический пакт с нашим народом, с нашим президентом, с нашей историей, с нашей идентичностью и вступить в войну, где бы мы не находились. И превратить тем самым не наше, где мы находимся, общество, в территорию войны, а превратить наше общество, в котором мы находимся, в территорию тыла. И есть одна цель у культуры такого военного времени. Это победа любой ценой. Это всё для победы. Все жертвы, все возможности, все время, все наши усилия. Я думаю, что мы стоим сейчас на пороге этого. Вот на пороге важнейшего перехода, который осуществляется в нашем сознании. Мы сами выбираем, мы кто? Торгаши или герои? При этом, на самом деле, по зомборту герой может быть человек, который занимается бизнесом, который может заниматься торговлей, который может быть довольно тихим обывателем, но он понимает, что такое война и что такое героизм и переходит на эту сторону. И также торгашом может быть военный. То есть не всякие военные заведомо герои. Это тоже очень важно. Это выбор гораздо более глубокий. Это выбор, который проходит в нашем сердце. И я думаю, что сейчас необходимо именно совершить этот выбор. И его многие совершают. И потом уже, не спрашивая за что, вот на самом деле совершив этот выбор, выбрав либо ты с народом, с президентом, с государством, с войной, с нашей линией фронта, либо ты не, это не твоя война, и ты принадлежишь миру. Ну и тогда вот история с Пугачевой, с Пугачевой, с Галкиным, с релакантами или с утренней обуждунами, которые сидят между нами и думают, когда же этот кошмар закончится, чтобы вернуться к предшествующему. Никогда. СВО началось, но никогда не закончится. Лучше так считать. И поэтому, потому что либо победа, а это будет новое государство, новое общество, новая Россия, новая культура. Ну а в противоположном случае, либо ничего. Потому что проигрыша у нас нет, на проигрыш никакого права. Мы находимся в очень жесткой ситуации, и люди культуры как раз и являются главным решающим элементом этой фундаментальной социальной проблемой. Благодарю.